Первый, первый, я центральный. По маршруту подготовительного упражнения с выходом на рубеж стрельбы. Первый, первый, я центральный. Вперед, вперед. 15 февраля в воздушно-десантных войсках стартовал конкурс десантный взвод. Отборочные мероприятия различных этапов конкурса будут осуществляться на 10 полигонах соединений ВДВ. На полосе препятствий машина БМД-4. Экипажу предстоит преодолеть два круга, совершая маневрирование между заграждениями, проезд минного поля, а также скоростной участок, который препятствием даже не считается. По прямой дороге БМД-4 может разогнаться до 90 км в час. Самое простое и одновременно интересное испытание – это проезд колейного моста. Члены экипажа боевых машин в шутку говорят, что именно здесь получаются самые лучшие фотографии. После преодоления скоростного участка пути наводчикам-операторам предстоит показать свои навыки в стрельбе из разнокалиберных орудий. Здесь и крупнокалиберные 100-мм снаряды, и мелкокалиберные, которые все экипажи называют 30-мм. И на военном полигоне предстоит стрелять из каждого. Лучшие взводы, одержавшие победу в отборочных турах в соединениях, будут участвовать в первом в истории ВДВ состязании по полевой выучке десантный взвод на БМД-4М, который состоится в апреле 2018 года. Финальные состязания взводов на БМД-4 будут проходить под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Сейчас на военном полигоне Дубровича проходит настоящее состязание. Экипажи каждой машины готовились к отборочным этапам не один месяц, и все нацелены на победу. В отборочных мероприятиях конкурса «Десантный взвод» принимают участие как машины, так и личный состав. Пятикилометровый марш-бросок, преодоление полосы и точность стрельбы из штатного оружия. Для десантников полоса препятствий не в новинку. По словам солдат, после долгих тренировок никакой сложности в ней нет, а настрой только на победу. Ну, ожидание, конечно, надежда занять первое место. Это в любом случае ВДВ никто, кроме нас. В течение нескольких месяцев различные десантные взводы будут бороться за звание лучшего в профессиональной подготовке. Каждый из отборочных этапов соревнований будет длиться в течение нескольких дней. Все соревнования и все условия соревнований, все нормативы предусматривают выполнение тех упражнений, которые им потребуются в повседневной жизнедеятельности в ходе выполнения учебно-боевых или боевых задач. По словам офицеров, все этапы соревнования в этом году отличаются от прошлогодних. Если раньше все зависело от индивидуальных навыков каждого солдата, то сейчас больше от команды. Появились такие этапы, как стрельба в составе отделения и взвода. Одно из самых ярких состязаний – это стрельба из штатного оружия. На рубеже бойцы с РПГ-7. Каждый выстрел летит точно в цель, мишень поражена. В отборочных этапах принимают участие военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. По словам офицеров, соревнования проходят уже 4 года и едут защищать честь города только лучшие из лучших. Ежегодно 30% каждой команды – это солдаты 106-го полка. Именно тех, кто поедут на соревнования, станут известны только 16 февраля. Пока же остается пожелать всем удачи и напомнить девиз ВДВ – никто, кроме нас. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.